почему женщина не может выйти замуж это связано скорее всего с определенной первопричиной думаю она все-таки существует и кроется она в словах которые когда-либо сказала либо сама себе женщина либо в шутку какая-то подружка либо кто-либо из близких данной женщины эти слова звучали так ты никому не нужна или кому ты нужна и после этого либо женщина сама себе сказала эти слова либо близкие сказали либо в виде из девки или подколки или критики сказал какой-нибудь мужчина или знакомый или незнакомый и это является первопричиной того что женщины потом в дальнейшем появляется вот такая проблема она не может выйти замуж избавиться от этого чрезвычайно сложного как считают люди проклятие можно двумя словами каждый вечер перед сном с открытыми глазами нужно сказать я очень нужна мужчинам я очень нужна мужчинам и после этого лезть спать если вы будете делать ему ну хотя бы одну неделю вы увидите насколько изменится отношение по отношению к вам я сегодня буквально смотрел думаю о том какую какой должен провести вебинар я смотрел семинары инфобизнесменов которые широко популяризируются в ютубе такой интересный мужчина сатья дас мне понравились его высказывания могу сказать что они отчасти эзотерические в том числе и знаете очень много очень много было сказано о мужчинах и женщинах вообще очень много сейчас говорится об отношениях между мужчинами и женщинами почему ничего не получается чего срываются встречи а я считаю что это все очень эзотерично и очень просто на самом деле в моем понимании нет ничего сложного в отношениях между мужчиной и женщиной и наладить эти отношения или объяснить почему происходят разрывания отношений очень удобно с позиции человека знающего эзотерику но мое мнение оно такое как бы на раз-два-три почему женщины не выходят замуж почему дело в том что у каждой женщины есть определенное качество это качество которое называется разочарование очень часто женщины разочаровываются и это происходит уже на первой встрече я объясню вам почему дело в том что а вот это разочарование когда женщина один раз встретилась мужчина и после этого говорит и разочарована я никому не нужна или мне не нужны Они, это и есть те слова, которые являются тем, что потом приведет к тому, что она никогда не сможет найти любимого человека. Что это за разочарование? Почему они происходят? Если какая-то причина, она есть, это в фактическом закоренелом аксиоме, которая есть у каждой женщины. Это аксиома проблема, но с которой справиться невозможно. Если бы ее не было, то женщина не была бы женщиной. Эта аксиома звучит так. Каждый раз, когда женщина идет навстречу, то она видит в этом человеке незнакомого, никого-либо, а если это мужчина, то она видит в него мужа. То есть каждый раз, когда женщина встречается с мужчиной, даже если это просто так встреча, просто поговорить или просто посидеть, она видит в этом человеке фактически мужа. Естественно, если не совпадают у них вибрации, если не совпадают идеи, если не совпадают поведение человека или ее поведение не нравится мужчине, то между ними происходит разрыв. И это фактически приводит женщину к тому, что она разочаровывается и говорит, я не нужна, все мужчины такие. И это фактически приводит в дальнейшем к тому, что такая женщина, ну, ей очень сложно воспринимать потом мужчин в априори как людей нормальных. Но это же ничего не значит. Если рассмотреть данный концепт, то можно сказать, что женщина, которая не будет на каждой встрече глядеть на мужчину или думать о мужчине как о потенциальном муже, но для нее выбор любимого мужчины будет проще и, скорее всего, в жизни состоится однозначно любовь и однозначно появятся очень хорошие отношения. Ну, это, наверное, пункт один, который очень часто интересует женщин. Ну, наверное, пункт два. Почему женщины не могут жить с мужчинами? В чем эта проблема заключается? Я ее тоже понимаю с позиции эзотерики. Она банально и буквально как бы лежит на поверхности. У каждой женщины есть качество такое. Это качество отношения по отношению к тем людям, которые находятся в ее семье, как к ребенку. И особенность женщины заключается в том, что если она начинает жить с мужчиной, то рано или поздно, для того, чтобы жизнь была прекрасной, ей придется все равно относиться к этому мужчине не как к мужчине, а как к ребенку. Вот в случае или как к своим детям. В случае, если это качество формируется, если женщина может настроить себя на то, чтобы так относиться к мужчине, то тогда жизнь налаживается, она становится замечательной. Но если женщина старается относиться к мужчине так, как будто он мужчина, то есть он обязан, он должен, то это в дальнейшем приводит рано или поздно к тому, что между ними происходит разруй в отношении, и вот появляется ряд каких-то проблемных состояний. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Сегодня приобрела первую обновленную ступень. Скажите, пожалуйста, могут ли работать со мной методы, если я сначала сомневалась? Спасибо. В этом особенность эзотерики, она заключается в том, что верите вы или нет, вся эзотерика, которую даю я, работает на 100%. В этом и моя миссия. Я стараюсь давать очень эффективные или сверхэффективные методы, которые, несмотря на то, верит человек в эти методы или не верит, все равно начинают работать. Редактор субтитров А.Семкин